Герцог и герцогиня Кембриджские, вся Великобритания, а также и весь остальной мир с нетерпением ожидают рождения наследника королевского престола. Это должно произойти в середине июля. Кейт Миддлтон находится в больнице Святой Марии в центре Лондона. Здесь же в 1982 году принцесса Диана родила Уильяма, а в 1984 году – Гарри. Как ожидается, Уильям и Кейт будут современными родителями и нарушат некоторые королевские традиции. В частности, Кейт изъявляла желание, чтобы при родах присутствовали и её мать и сестра, учитывая, что принц Уильям может отправиться на службу в качестве пилота. Это означает, что полребёнка семья Кейт узнает даже раньше самой королевы Елизаветы. Впрочем, Букингемский дворец говорит, что обе семьи будут проинформированы практически одновременно. Впрочем, принц Уильям тоже намерен посетить роды, пойдя по стопам своего отца принца Чарльза, который присутствовал при рождении сына. Уильям также обещает, что будет вовлечён во все аспекты ухода за ребёнком, включая смену подгузников и кормление среди ночи. Кроме того, как предполагается, пара хочет отказаться от королевской традиции, нанимать няню и планирует ухаживать за наследником самостоятельно. «Можно быть абсолютно уверенным, что они оба будут очень заботливыми родителями и будут стараться растить ребёнка как можно более нормально». Ребёнок Уильям и Кейт будет вести абсолютно другой образ жизни по сравнению с тем, который вели принц Чарльз и его братья и сёстры. Большую часть времени те проводили без родителей, те были в разъездах. Тем временем герцог и герцогиня Кембриджские говорят, что будут больше времени уделять наследнику и, если понадобится, будут брать его с собой в путешествие. «Принц Уильям и Кейт более домашние по сравнению с принцем Филиппом и королевой. Это было не потому, что последние пренебрегали своими домашними обязанностями. Просто они были из поколения, в котором считалось, что их обязанностью было посвящать себя общественности». Принцесса Диана была первой представительницей королевской семьи, которая пыталась воспитывать своих детей нормальными. Она ходила с ними есть гамбургеры, а также водила их в тематические парки, стараясь вложить в них мысль, что они ничем не отличаются от других людей. При этом Уильям, как ожидается, будет всеми силами стараться оградить свою семью от преследования папарацци. После рождения ребёнка герцог и герцогиня планируют пожить несколько дней в Кенсингтонгском дворце. После этого Кейт, вопреки всем традициям, хочет отправиться в дом к своим родителям. «Без сомнения, семья Миддлтон будет вовлечена во все аспекты, и они проявляют большое участие. Кроме того, как мы видим, принц Уильям получает большое удовольствие от времени, проведённого с ними, и считает их очень дружной и стабильной семьёй. У него, к сожалению, в детстве такого не было». Между тем, одна традиция, связанная с рождением наследника, похоже, останется без изменений. Это способ оповещения о появлении ребёнка на свет. Официальное письмо будет составлено в больнице и в сопровождении эскорта доставлено во дворец, где его прочтут Елизавете II. После этого в честь наследника в Лондоне прогремит салют.